Тревожная статистика. Не только женщины, но и мужчины подвержены риску заболевания рака молочной железы. Только за последние пять лет количество случаев увеличилось в три раза. Врачи предупреждают, у мужчин рак груди, как правило, выявляется на поздних стадиях. Поэтому процент смертности в таких случаях гораздо выше. И он уже 66 лет. И совсем недавно он перенес операцию по удалению опухоли молочной железы в институте онкологии. В 2009 году моя грудь начала расти. За 15 лет увеличилась до размера с гусиным яйцом. Только тогда я занялся этим вопросом. Раньше стеснялся обращаться за помощью. Было стыдно. И он вспоминает, что боли он не чувствовал. Однако из-за большого размера опухоли он не мог ее скрыть даже под верхней одеждой. Был дискомфорт. Опухоль была большая. Меня все время все спрашивали, что у тебя там, что это такое. Сейчас я могу выйти на улицу даже в рубашке. Раньше мне приходилось надевать что-то, что может ее скрыть. По статистике института онкологии, за последние пять лет число мужчин с диагнозом рака молочной железы увеличилось в три раза. Как правило, возраст таких пациентов старше 60 лет. В 2018 году в институт онкологии поступили четыре пациента с раком молочной железы. С годами это число удваивается и даже утраивается, так как в 2019 году было выявлено 14 мужчин с раком груди. В 2020 – 18. А в 2021 году 21 пациент с диагнозом рака груди был направлен на лечение в институт онкологии. Врачи с сожалением отмечают, что мужчины с таким диагнозом, как правило, поздно обращаются за помощью к специалистам, когда болезнь уже находится на запущенной стадии. В отличие от женщин, рак молочной железы у мужчин выявляется на более поздних стадиях и смертность от него выше. Когда происходит дисбаланс, гормональное нарушение в мужском организме, в железистой ткани начинается интенсивное разрастание, что повышает риск развития рака молочной железы. Чтобы предотвратить развитие этого заболевания, врачи советуют мужчинам вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься спортом. Для людей с историей рака обязательно ежемесячно пальпировать молочные железы, осматривать грудь и при обнаружении каких-либо уплотнений или асимметрии немедленно обращаться к врачу.